25 человек погибли в результате обрушения пролета скоростной автомагистрали в Китае. Десятки ранены. Четверо офицеров полиции погибли в перестрелке в Северной Каролине, когда приехали на обыск частного дома. Что известно о происшествии? Избран новый глава переходного правительства Гаити. Ему предстоит сформировать кабинет министров и победить. Преступность удастся ли? Смертоносные ливни и наводнения в Китае и Бразилии, а также гибель американских полицейских в перестрелке с преступниками. Смотрите далее. До 45 увеличилось число жертв трагедии, произошедшей в провинции Гуандун в Китае. Там в результате ливней и наводнений размыло грунт под крупной магистралью. В результате чего несколько ее пролетов обрушилось. В списке пропавших также три десятка фамилий. Согласно официальной информации, обвалился участок площадью почти 200 квадратных метров. В момент катастрофы по этому участку скоростной автомагистрали, связывающей Гуандун и Фудзян, двигались несколько десятков машин. Пострадавшие госпитализированы в спасательных работах. Приняли участие свыше 500 человек. Все по той же причине, что и в Китае, но уже на другом конце земного шара. В Бразилии гибнут люди. Из-за проливных дождей в штате Рио-Гранди-де-Сул возникло наводнение. И оно унесло жизни 29 человек. Список жертв может увеличиться за счет 60 фамилий, находящихся в списках пропавших без вести. Еще 11 человек получили различные травмы из-за поваленных деревьев и разрушенных мостов. Для поисково-спасательных операций пришлось задействовать вертолеты ВВС страны. В целом же наводнение затронуло 104 муниципалитета, которые в спешке вынуждены были покинуть 1145 жителей. Президент Бразилии Лилуда Силва пообещал пострадавшим всестороннюю помощь со стороны правительства. Четверо офицеров полиции были убиты в Шарлотте, Северная Каролина в результате перестрелки с преступниками. Об этом сообщают следователи. С места трагедии были изъяты автоматы, пистолет калибра 40 мм. Кроме того, на месте также нашли дополнительное бодирование и боеприпасы. Что касается погибших, то они пытались проникнуть в одно из зданий по ордеру на обыск. В этот момент находившийся внутри преступник открыл огонь из автоматического оружия. Четверо стражей порядка получили смертельные ранения, еще четверо ранены, но их жизни и здоровью ничего не угрожает. Стрелком оказался 39-летний мужчина. Кроме него в доме находился также подросток и женщина. Они сейчас активно сотрудничают со следствием. Отмечу, что в этом году в США стали чаще происходить преступления в отношении стражей порядка. Это связывает с усилившимся недоверием населения к органам власти, обилием мигрантов и снижившимся уровнем жизни. Жуткое ДТП произошло в Киргизии. Прямо во время праздника, на котором выступали дети, на группу ребят наехал грузовик. Момент трагедии попал на видео квадрокоптера, который снимал выступления детских коллективов. Грузовик «Хордай Пёртер» на большой скорости скатывается с горки, проносится сквозь толпу, сбивая детей. Свой путь автомобиль закончил, врезавшись в юрту. А все потому, что водитель забыл поставить наручник. Под колеса грузовика попали 29 детей в возрасте от 9 до 16 лет. Семеро детей оказались в реанимации. Состояние троих оценивается как тяжелое. В сети появилось видео с последствиями извержения вулкана Руан в городе Лейнгпатехе в Индонезии. Оно началось в середине апреля и потребовало от местных властей экстренных мер, а именно срочной эвакуации населения. Хотя в районе извержения и проживал это всего около тысячи человек, однако предложение покинуть свои дома и укрыться в убежищах получили около 11 тысяч с половиной жителей Джакарты. Оно и не зря. Из-за сейсмической активности в районе за две недели произошло полторы тысячи подземных толчков. Разрушена сейсмостанция, отключилось электричество, на огромную высоту выбрасывался пепел и камни. Приходилось также временно закрывать аэропорт. О жертвах не сообщается, отмечу, извержение Руанга, произошедшее в 1871 году, вызвало цунами высотой в четверть сотни метров и унесло жизнь около 400 человек. Выводить страну из кризисной ситуации придется вновь избранному главе переходного периода Гаити. На его плечи люк груз ответственности не только по формированию нового Кабмина, но и усиление по линии силовых ведомств, которые должны наконец-то дать отпор преступным группировкам, терроризирующим граждан. В Гаити, которая переживает сильнейший кризис, назначили главу переходного президентского совета. Пост занял экс-председатель Сената Эдгард Леблан Филлс. Также президентский совет неожиданно выбрал нового временного премьер-министра. Им стал бывший министр спорта Фридс Белизер. За него проголосовали четверо из семи членов совета, имеющих право голоса. При этом сам Белизер не присутствовал на избрании. Один из тех, кто не поддержал кандидатуру, сказал, что ничего не знает об этом человеке. Белизер заменит Мишеля Патрико Буавера, которого избрали премьером на прошлой неделе. Филлс заявил, что Белизер хорошо подходит для главы правительства. Президентскому совету еще предстоит сформировать кабинет министров. Филлс также сказал, что совет будет искать способы вывести Гаити из кризисной ситуации. «Необходимо принять несколько важных решений, касающихся безопасности. Поэтому вчера мы встретились с высшим командованием армии, командованием национальной полиции, командованием подразделениями, которые отвечают за безопасность в национальном дворце и с советниками. Мы обсудили нынешнюю ситуацию и подумали о том, чего нам не хватает для достижения результатов». Эскалация насилия в Гаити началась в конце февраля, когда бывший премьер-министр Ариэль Анри уехал в Кению. Там он договаривался с властями о помощи в борьбе с бандитизмом. Тем временем вооруженные преступные группировки объединились и атаковали международный аэропорт, который до сих пор закрыт. Они также напали на две крупные тюрьмы, освободив более 4000 заключённых. Кроме того, бандиты почти парализовали работу крупнейшего морского порта страны. В результате насилия 95 тысяч человек бежали из порта Пренца. Всего же в Гаити были вынуждены покинуть дома 360 тысяч мирных жителей. При этом 5 миллионов человек голодают. Переходному совету предстоит навести порядок в стране и подготовить президентские выборы. Последним президентом Гаити был Жавинель Маис. Его убили 7 июля 2021 года. С тех пор в стране нет главы государства. Это стало причиной того, что активизировались банды. Новый президент должен будет принести присягу 7 февраля 2026 года. Маунтин-баукеры, игроки в американский футбол и другие активные виды спорта отныне могут воспользоваться уникальным устройством, которое подскажет, когда следует передохнуть. Причем оно измеряет не уровень нагрузки на организм, а степень повреждения головного мозга. Сильный прыжок или столкновение с соперником могут привести к сотрясению или более тяжелым состояниям. Подробности знают мои коллеги. Эти профессиональные горные байкеры принимают участие в тест-драйве нового монитора ударов головой. Маленький гаджет называется ХИТ. Его прикрепляют к внешней стороне шлема, чтобы понять, когда неровная езда может привести к травме головы, даже если сам байкер не попал в аварию. То есть устройство даёт сигнал, когда стоит сделать паузу и дать мозгу время на восстановление. Есть люди, которые не знают, когда остановиться, не знают, когда продолжить. Мозг – единственный орган в вашем теле, у которого нет болевых рецепторов. Итак, мы предлагаем вам данные, чтобы вы могли принять лучшее решение. Или ваш друг, или ваш товарищ по команде, или ваш родитель. Пока байкеры тренируются, устройство ХИТ отслеживает и записывает силу сотрясения головы. Вся информация поступает в приложение, которое помогает пользователям решить, нужна ли медицинская помощь. Рис Уилсон – бывший чемпион мира по маунтинбайку. «Устройство ХИТ – это огромная помощь. Мы можем просто отслеживать все воздействия. И если когда-нибудь будет слишком сильное воздействие, то мы отдохнём и убедимся, что не добавляем дополнительного стресса мозгу и не приводим к травме». Сотрясение мозга трудно диагностировать из-за различных факторов, таких как толщина костей и предшествующие сотрясения. Уилсон испытал это на себе. Однажды из-за сотрясения ему пришлось на целый год оставить спорт. «Очень сложно отследить черепно-мозговую травму просто потому, что вы её не видите. Она у вас в голове, и её симптомы очень легко принять за что-то другое. Такое устройство жизненно важно». Стоит отметить, что гаджет смогут применять и в других видах спорта, таких как регби и американский футбол. Датчик поможет определить, когда игрока стоит оставить на скамейке запасных. Более того, разработчики говорят, что хит могут использовать не только профессиональные спортсмены, но и все желающие. Прыгучесть повышена у японского лыжника Рюю Кабояси. Он установил новый мировой рекорд, совершив уникальный прыжок в Исландии. Почти. Но сначала отмечу, он пролетел 291 метр, что на 37,5 метров больше предыдущего мирового показателя. Однако, Международная федерация лыжного спорта попытку не засчитала. Мол, не были соблюдены принятые стандарты и правила. Так что прежний мировой рекорд 253,5 метра официально устоял. И напоследок репортаж из Египта. В уникальное ралли. Там отправились автомобили, уже давно покинувшие конвейер. На ретро-заезде и побывали мои коллеги. Каир словно вернулся на 80 лет назад. На центральные улицы города выехали 60 редких классических автомобилей. В их числе Роллс-Ройса, Мерседеса и Порше. Ралли посвятили столетию автомобильного и туристического клуба Египта. По словам организаторов, уникальность этих ретро-машин в том, что после продажи они всю жизнь провели в Египте. Люди во многих странах пытаются войти в эту сферу и покупают классические автомобили за границей, а потом ввозят их в страну. Это отличается от ситуации в Египте, где автомобили уже есть давно. Ралли завершилось выставкой. На ней все желающие могут не спеша осмотреть ретро-авто. Среди экспонатов есть даже «Кадиллак» 61-го года выпуска, который в прошлом веке входил в состав президентского кортежа. «Это вдохновляет меня на то, чтобы купить классические автомобили и поучаствовать в мероприятии в следующем году. Это замечательная инициатива и удивительная возможность соприкоснуться с историей». В мероприятии принял участие Ахмед Фуад II, последний король Египта. История египетского автомобильного клуба корнями уходит в начало прошлого века. Изначально было сообщество любителей автомобилей. В него входили члены королевской семьи, египетская знать, а также иностранные торговцы. Из-за Первой мировой войны сообщество прекратило свою деятельность. А в 1924 году под патронажем короля Фуада I был создан Королевский автомобильный клуб Египта. После падения монархии автоклуб объединился с туристическим и название поменяли. На этом у меня все новости. Желаю вам хорошего настроения. С вами была Ксения Петренко. Смотрите нас в YouTube и Telegram каналах. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!